Слава Украине! Привет всем от Полонского! Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине сегодня 9 сентября 2024 года Но сначала давайте посмотрим какова обстановка на фронте Если честно, то каких-то изменений по сравнению со вчерашним днем не наблюдается. Рашисты продолжают ломиться под Курахово Углядар продолжают ломиться в районе Часовьяр в районе Селидова Кстати, из Селидова их вышибли Рано они начали трубить победу По Селидово, по Нью-Йорку уже начали кричать Мы уже тут все, все, все Как оказалось не все И совсем не все Из Селидова их выперли И что касается Нью-Йорка Ну как минимум часть населенного пункта находится под контролем сбронных сил Украины Вот так, так что Не говори гоп, пока не перескочишь Что же касается каких-то других моментов Да, у Рашистов есть небольшое продвижение в Харьковской области Только не район Вовчанска А граница с Луганской областью Но там Там тяжелые бои уже очень давно И скажем так Бывает, что они займут населенный пункт какой-то Через 2-3 дня Мы их оттуда выбиваем Собственно говоря Наши туда заходят То есть Ну скажем так Больших каких-то Продвижений В этом плане Не наблюдается Ни у нас Ни у них То есть Линия фронта Зафиксирована Чего не скажешь О Курской народной республике Там наши продолжают продвижение Но просят Как бы не называть Населенные пункты Окей Единственное, что я могу сказать Что появилось Красивое видео Как добили Третий мост Это Населенный пункт Карыш Или Карыш Как там правильно Мост там был уже разбит И часть моста Была упала Но в принципе Скажем так И он не самый большой был Он был третьим По величине Вот это Глушковский плацдар Имеется ввиду Вот Но в любом случае Ну на мотоцикле Можно было проехать Например На Жигулях Каких-то там Но мне тяжело сказать Можно ли было Там это Как-то проскочить На легковушке На грузовике Наверное нет Вот Но они использовали его В каких-то там Целях таких Знаете Легких Ну а сейчас туда прилетел Он вообще уже завалился Там уже Разве что пешком Можно пройти бочком А так уже никак Вот То есть этот мост Не пригоден К использованию Он уже был Толком не пригоден А сейчас вообще Уже физически Никак невозможно Вот Ну под Глушкова Там отдельная история Наша там их Демилитаризуют сейчас Глушкова Кто знает Кто не знает Это Это северо-западная часть Вот этого нашего Плацдарма Которая находится В Курской народной И там В неприятной Скажем так Я не применяю слово Котел Еще что-то Поскольку с одной стороны У них все-таки Река за рекой Их нет же Вот Но я применяю слово Скажем так Очень неприятная ситуация Предкотловое состояние Да Для Порядка трех тысяч Рашистов Ну а теперь Давайте посмотрим Что у нас на фронте 1150 путинских Федерастов Которые пришли В Украину С оружием в руках Убивать женщин и детей Отправились курсом Русского военного корабля Вот туда же Правильно Что дает нам С начала войны Общим итогом 626 тысяч 410 Ну контрапубленных Чмобиков Ну по чмобикам Я же имею ввиду Абсолютно весь спектр Российской армии Три танка За вчерашний день Было Туда же В металлолом 8 тысяч 639 всего И 9 бронемашин Что дает нам 16 тысяч 906 Посмотрите на Разницу В разбитой Техники И Уничтоженной Пехоте То есть Разница Катастрофическая Которая говорит Нам о том Это не наши Плохо воюют Это они Это они Берегут свою технику Лишний состав Они не берегут Но это же очевидно Каждый день Больше тысяч Огромные потери 26 Пушек Различных типов Ну имеется Дуствольная артиллерия Уничтожена За Вчерашний день Что нам дает Общим итогом 17 тысяч 830 Дальше поехали Самолеты Вертолеты Старая цифра 368 328 И было уничтожено 33 беспилотника Различных типов Не все Шахеты Наши сейчас Очень хорошо Работают По разведывательным Беспилотникам Сбиваются Сбиваются Лансеты Работают Наши ФПВ Дроны Которые Это все Сбивают 33 за вчерашний день 14897 Всего Также Было Разбито 44 единицы Автотехники У них есть Так называемые Дороги смерти Которыми Они подвозят Боеприпасы Передний Край Свой И там Наши Дроны Просто Разбивают Все В хлам И если Так вот По такой Дороге Несколько Видео Смотрел Едешь По такой Дороге Там Просто Каждые 10 метров Сожженная Машина А таких Дорог Много Вот Так Вот 44 единицы Автотехники За вчерашние Сутки Всего 24262 И 2 единицы Спецтехники Что дает Нам 3049 Общим Итогом Таким Образом Путин Продолжает Утилизацию Собственной Армии В Украине Интересно Другое Что Вот Его Продолжают Деэскалаторы Вот Наши Дорогие Союзники Скажем Так Ну Они Наши Союзники Но Они Они Боятся Его Вы понимаете Они боятся Путина Они боятся Его армии Хотя Вот Видим Сейчас Прекрасно Что Его армия Мало Что Из себя Представляет Понимаете Мало Что И Она Просто Утилизируется В Украине А Наши Союзники Боятся Сбивать Их Дроны Которые К ним Жи Залетают Не могу Этого Даже Объяснить Как Так Получается